Я сейчас запущу запись, чтобы тема осветилась. Начну с того, не с вопросов, актуальный комментарий, повторы и так далее. Поступила просьба от избирателей, слушателей, чтобы я постарался каждому вебинару дать название или имя, или название темы. Знаете, как тайфуны имеют свои названия. Но это я шучу, конечно. Я постараюсь подумать, и это хорошее предложение, тогда, может быть, по темам можно будет выбирать. Мы тут стараемся в какой-то степени это же самое сделать и по тезисам. Но дело в том, что сейчас, да, если кто-то захочет послушать, мы сейчас переходим на достаточно новое содержание, и поэтому это было бы рационально. Я об этом подумаю, как это лучше сделать. Так что спасибо за предложение. И начнем сегодняшнюю встречу с вопросов. Сегодня, наверное, чуть длиннее будет вебинар, но посмотрим. Значит, вопросы. Смотрите, друзья. Первый вопрос. Вопросов сегодня немного. Первый вопрос. Кто является нанимателем кадров в компанию SkyWay SV GreenTech и является ее президентом, и по каким критериям отбирается персонал? Вы знаете, я не знаю, кто у нее является президентом. Надо посмотреть, будет в регистре. И там, скорее всего, это можно узнать через зао-струнные технологии. Зао-струнные технологии являются ведущим по кадровым вопросам, а уже дальше распространяется в зависимости от SkyWay GreenTech, это дочерняя компания Global Transport Investment. Поэтому я не могу знать точно, кто там является президентом. И по каким критериям отбирается персонал? По критериям компетенции, наличию опыта, преференциям или так называемым представлениям, которые человек имеет. И как Анатолий Эдуардович уже говорил, отвечая на вопросы по видеоблогу, что в первую очередь это люди, которые уже как-то были в шарже, например, используются и привлечены специалисты, имеющие компетенции, наработанные уже в экотехнопарке. Но дело в том, что если кто-то желает вписаться, то скорее всего надо начинать через зао-струнные технологии и в интернете там все есть. Ничего более умного я сейчас больше не могу сказать на этот счет. Теперь второй вопрос. Я его просто взял автоматически из вопроса. У СТО есть время, период для инвестиций? Ну как вопрос, есть ли время, период для инвестиций в нашем случае, как долго продлится СТО? Значит, ну ясно, что человек не совсем четко усвоил, что такое СТО. СТО это Security Token Offering. У нас это как IPO в принципе, понимаете, но только в пространстве блокчейн-технологий. И в электронном пространстве или инфотехнологическом пространстве. И поэтому его, знаете, как запустили, это долгограющая пластинка, потому что я хочу это показать на графике, который был использован и приведен в белой бумаге. Вот нулевая точка. И запускаются так называемые предложения или, значит, первое предложение и так далее, и так далее. Это так называемая предварительная диаграмма зависимости цены от объемов собранных средств. 60 собрали, поднимается цена и так далее. И она показывает, что может идти сюда 500 миллионов, миллиард и так далее дальше. То есть СТО, его нужно, для его проведения компания должна иметь лицензию, получить все, значит, соответствующего финансового регулятора, все необходимые вещи, необходимые документы, извиняюсь. И это площадка, это платформа, так что оно идет бессрочно, но с размещениями, первое, второе, третье и так далее. Когда набираются определенные суммы. Потому что декларируется на размещение столько-то, какое-то время прошло, значит, заходит следующее размещение и так далее. Там правила будут все описаны в зависимости от того, как будет утверждена, скажем, условия работы этой площадки, платформы с СТО. За СТО будут стоять токены SkyWay и Global Token. Ну, через, значит, Security, Token Offering, который будет проводиться. Понятно, да? Следующий вопрос, дорогие друзья, вопроса следующего нет. Поэтому сегодня мы переходим, я вижу, значит, свою задачу таким образом, чтобы время от времени поддерживать иммунную систему нашего состояния не от вирусов, коронавирусов и других вирусов. Кстати, сегодня интересная информация проскочила, о чем я раньше тоже думал. Вот думал, что ерунду я думаю, или, скажем, голова придумывает ерунду. Мне представилось, что, как и грибы, вирусы являются, скажем, они имеют свою определенную популяцию, и они являются, в общем-то, определенным энергоинформационным сообществом. Это практически сегодня тоже было высказано тут в одной передаче интересной. Так что не все так просто, как иногда кажется. Значит, поэтому переходим, и поэтому, возвращаясь обратно к нашему проекту, я считаю необходимым время от времени все-таки напоминать, откуда и куда мы движемся. А движемся мы с 2015, активность началась с 2015 год. В августе было только что начата закладка капсул, а дальше пошло уже, видите, строительство. Первый юнибайк, юнибус, юникар, значит, шаржа, и уже первые тестовые испытания юникара в зоостромной технологии и так далее. Подготовка трассы для трассировка для высокоскоростной трассы и многое другое. То есть процесс и проект развивается. Теперь, сейчас только что было показано, значит, краткое апрельское информационное видео, это тоже является прозрачным, проект всячески прозрачным. Сегодня, значит, нас тут попросила управа одного города, городской администрации транспортной, которая заведует развитием транспорта и вообще организацией транспорта, рассказать о возможностях сковей. И они сказали, да, они подтвердили, сказали, что, слушайте, ну, то, что вы прислали линки, с которыми вы смогли ознакомиться, ваш проект развивается очень прозрачно, чего не скажешь о многих-многих других. И это очень важно, дорогие друзья, и я прошу вас это всех понять и помнить. Теперь следующее, потому что мы с вами все-таки идем и провели ребрендинг, завершили его, Sky World Community, чтобы все знали, что фактически учредителем Sky World Community является Всемирный фонд Экопланета. Вот. И, а мы уже когда-то обсуждали с вами, что такое дом Sky World Community. Это практически тот же самый дом Всемирного фонда Экопланета. Но в прошлый раз мы говорили с вами о проекте и о развитии технологий. Сейчас мы очень коротко я вам покажу, как можно представить, скажем, дом Sky World Community фундаментом, где являются основные принципы и законы, и на чем функционирует команда и сообщество кредиторов, инвесторов, и команда, которая партнерская команда. Это все сообщество. Поэтому это фундамент деятельности. Но, чтобы это все функционировало, нужен первый этаж этому зданию, фундамент один будет стоять и все. Нужен маркетинг, с которым сейчас он меняется. Ребрендинг намного повлиял на это. Сейчас идут перемены. Вы узнаете и узнаете еще много достаточно интересного. Осуществляется и продолжается процесс кредитования. Но начинается достаточно активная фаза работы и продажи акций через Royal Capital Group фонд. И подготовка к финансированию проектов, потому что это тоже будущее. Теперь, с одной стороны будет идти финансирование проекта, с другой стороны проекта основного, с другой стороны начнется финансирование проектов. И это, по всей вероятности, на базе токенизаций. Дальше, проекты, которые развиваются, от этого зависит благополучие команды, сообщества. Выгоды и финансовые потоки зависят от персонала. То есть первый этаж состоит, здесь можно еще продлить дальше, но основные элементы, основные функциональные элементы здесь выведены. Управление первым и распорядительство первым этажом, то есть процессами вот в этих сферах осуществляется как бы с пульта управления за счет средств или инструментов пульта управления. Это правило, систематизация всей этой деятельности и отработка навыков. Сейчас идет достаточно интенсивная наработка навыков у персонала, который обслуживает вот эти процессы, чтобы функционировала компания, чтобы продолжала функционировать после 15-го, завершения 15-го этапа и так далее. И завершает это все третий этаж. Автоматизация бизнеса, бизнес-процессов и управления. И токенизация проектов, тут два адресных проектов. И токенизация всего этого дела, потому что проекты в ближайшем будущем, это адресы, они уже есть, но их как бы, они будут токенизированы за счет платформы и сотрудничества с, или через сотрудничество, наша работа будет с GTI и с Skyway и Global Token, компании, которые это осуществляют. Поэтому вот основные элементы этого дома, это такое образное представление, и оно нужно для того, чтобы как бы наше сообщество и команда представляло, в каком пространстве мы находимся и как мы развиваемся. Теперь я ознакомлю вас с тем, что мы начали этот процесс и стоим у истоков приорганизации Skyway Capital. Мы уже это прошли, создан фонд, создана компания Skyway Community, это как бы следующий этап. И видение, быть ведущим и общепризнанным центром поддержки развития всемирной транспортной сети нового поколения и создания среды гармоничного жизнеустройства. Вы понимаете, что это и Transnet, это и транспортные системы, сети, и это поселение нового поколения или будущие поселения. Об этом мы немножко сегодня тоже поговорим. И дано, как бы, дана версия миссии, каждая приличная компания должна ее иметь для того, чтобы декларировать, в каком направлении она развивается или что она видит в будущем. Это содействие устойчивому процветанию общества через реализацию инновационных транспортных решений и социально-экономических проектов. Вот на что этот дом, в принципе, настраивается за счет этого фундамента. И теперь мы идем дальше. Наши ценности. Какие ценности мы декларируем? Их полезно знать всем. Это как ценности семьи. Командный дух, партнерство, вовлеченность каждого участника. Это надо иметь в виду, когда мы говорим о развитии. Компетентность, профессионализм, самоотдача. Без этого не будет. Это наша ценность. Мы настраиваемся на это и идем к тому, чтобы команда и сообщество начинало и придерживалось. Не начинало, а уже придерживалось этого. Иначе развития не будет, коллеги. Бережное отношение ко всем ресурсам планеты. Ко всем. Начиная от людей и заканчивая природой. Всем ресурсам. Уважение, уважительное отношение к человеку. Человеку. Признание каждого как личности, как мастера своего дела. Но человек должен стать мастером своего дела. Его признание. Неважно, на каком уровне он бы ни находился. Строительство и вся деятельность фонда опирается на базу фундамента, основные принципы и законы. То есть и компания Sky World Community опирается на то же самое. Поэтому пройдемся достаточно активно по основным принципам. Нашим принципам я постараюсь их всех прокомментировать. Достижения на лучших результатах. Мы команда, партнеры, наше сообщество. Все, кто, скажем так, подписались в какой-то степени через те соглашения, которые мы подписывали, все договора, когда мы начинали кредитовать проект, поддерживать ее. Что мы команда способна достигать наилучших результатов. Что является для нас наилучшим результатом, друзья? Давайте подумаем. А тут нечего думать. Нашим наилучшим результатом является как можно быстрее профинансировать и построить, завершить проект. С одной стороны, хотелось бы еще получить акции, но с другой стороны, опять-таки, заинтересованность. Уже есть акции. Теперь следующая фаза. Перейти в фазу строительства, активного строительства. А от этого зависят наши выгоды, которые мы начнем получать. И за счет того, что там и СТО будет работать, и токены будут расти. И, естественно, это будет абсолютно положительно влиять на то, когда мы выйдем на... после выхода на биржу, после выхода на IPO, это будет влиять на те акции, которые туда будут выберут, и это будет влиять на их капитализацию, то есть на то, какие выгоды мы начинаем получать. Понимаете? Вот наши наилучшие результаты, достичь способные. Только так. Никто ни со стороны не придет и не сделает. Ни арабы не придут со стороны, если они не являются инвесторами, не являются кредиторами этого проекта. Никто. Ни дедушка, ни бабушка, никто не придет. Только мы, дорогие друзья. Понимаете? И Юницкому одному все не сделают. Поэтому мы, команда партнеров, способны достичь наилучших результатов. Постоянный и последовательный прогрессивный рост. Рост деятельности команды поддерживаем, а каждым партнером в зоне своей ответственности. У меня своя ответственность. И я, в принципе, постоянно, как бы, стараюсь искать индикаторы, которые говорят о том, расту я или нет. Какова моя зона ответственности? Покрываю ли я ее, знаете, как на футбольном поле? Пропускаю ли я слева или справа нападающих на нас, условно говоря? Или способствую ли я продвижению всей команды к воротам цели? Это значит цели. На созидательный прогрессивный рост. То есть на достижение цели с наилучшими результатами. Взаимопомощь и взаимная выгода для совместного результата. Абсолютно. В отношении к партнеру проявляется уважение, ответственность в личном результате каждого. И не важно, это мой результат или это результат партнера, друга, напарника. Мы являемся сообществом, и мы каждый партнер. Поэтому я стараюсь помочь вам, если вы себя считаете партнерами, если и когда вы считаете себя сообществом. Ровно как наоборот. И в конце я не случайно привожу, что я могу сделать, как я это сделаю, что мне для этого нужно и так далее. Это все из той же оперы, друзья. Поэтому прошу вас и это себе. И это не только касается нас, а в первую очередь нас. Понимаете, мы не можем подходить к проекту таким образом, что ну немножко там проинвестировал или прокредитовал, и теперь сижу думаю. Есть такие. Закон статистики говорит, что 80% таких. А давайте сделаем, чтобы их было 60. А давайте сделаем, чтобы было 50% таких. И 50% таких, которые горят и радеют ради проекта. Понимаете? Потому что это нам выгодно. Выгодно и тем, кто не радеет. И естественно нам выгодно. Но это выгодно, понимаете? И выгодно не только потому, что мы что-то в карман положим. А потому что в мир придет, наконец, прогрессивный транспорт. Я не хочу опять переводить аналогии, которые сегодня на совещании, которое у нас в интернете было, прозвучали от этого транспортного департамента. Развитие транспорта, извиняюсь. Они там были в шоке, когда они посмотрели. Они говорят, невероятно. И это все возможно. Я говорю, да, пожалуйста, смотрите видео. Смотрите, выходите на сайт и так далее. Системное обучение. Не просто обучение, а системное. Системно и целенаправленно обучаться самим и тренировать свои команды. Успешного созидательного мышления и управления. Ориентируем партнеров, обязательно участие в мероприятиях компании. Вот отсюда из каждого, из каждого из принципов, каждый из нас выбирает то, что ему на его уровне, как бы, нахождение в команде, в сообществе, ему подходит. Но в любом случае, как я неоднократно говорил, нам всем подходит именно то, что успешного созидательного мышления и управления. Управлять собой. Управлять своим сознанием. Управлять своим подсознанием. Управлять своими взаимоотношениями с близкими. От этого зависит мое личное, твое личное, их личное благополучие, дорогие друзья. Ведь, смотрите, опять вернусь к коронавирусу. Ведь в Китае половина жителей города стали разводиться. После того, когда вместе побыли, значит, определенный период самоизоляции, а вы думаете, что это только там так, это вообще полный аттаж, что сейчас у нас тут в Эстонии пишут по этому поводу. То есть люди уже как бы декларируют, и когда спрашивают, что твоя самая большая ценность, побыть с семьей, люди пишут, а при опросе. А когда побыли с семьей, говорят, что вот так вот надо дышать. Почему? Да потому что семья, люди, близкие отошли на второй план. Дальше. Слаженная и точная. И это касается и семейной жизни, кстати, друзья. Системное обучение. Это не просто обучение чему-то. Слаженная и точная работа команды. Нашей команды. Надежность, точность, слаженность, синхронность, достойная мотивация. Все остальное не работает, если нет синхронности, достойной мотивации. Кто-то что-то сделал, и дело повисло. Нет синхронности. От этого и зависит и мотивация. Наша система, которой мы говорим, если вы партнеры, она обеспечивает достойную мотивацию. Но, извините меня, если я и не партнер, а просто кредитор-инвестор, то все равно мотивация достойная, декларируемая, но достойная. Вы посмотрите, как развивается проект. Это не топтание на месте. Это не скрывание чего-то. Далее. Призыв к безотлагательному разрешению ситуации. Нельзя тянуть. Кто-то что-то саботирует, не держит слова, дезинформирует. Сколько у нас этого в чате было? В многих чатах я сейчас время от времени заглядываю, но я не концентрируюсь там. Там происходит, бог знает, что люди там пытаются манипулировать, влиять на кого-то, совершать какие-то так называемые легкие мошенничества, в хорошем смысле этого слова. То есть кого-то куда-то замани, перемани. Задерживаются какие-то процессы, это опять в управлении. У нас вполне такое встречается, друзья, к сожалению. Вот мы с персоналом, обслуживающим площадку, часто это обсуждаем. Постоянно проводят сейчас Кудряшов работу со всем персоналом. На этот принцип очень сильно опираемся. Основательный. Это принцип, один из основных принципов. Далее. Поддерживание уравновешенности и спокойствия. Вполне реально. Внутренние и внешние факторы, содержащие потенциал партнера или компаний, блокируют прогресс. Последовались системы, пространства и потенциал для успеха. То есть нет спокойствия, нет уравновешенности. Начинается беспорядок. Это касается всего. Это касается в том числе и коронавируса, и всей этой кутерьмы вокруг него. Дорогие друзья, задача каждого поддерживать уравновешенность и спокойствие. От этого зависит и успех нашего проекта. Вы посмотрите, как уравновешенно и спокойно объяснил ситуацию со всеми этой пандемией или пандемией и со всеми ситуациями, которые возникли, я в прошлый раз, и мы в прошлый раз с вами говорили, возникают в шарже с поставщиками, с нашими, значит, партнерами в Минске. Работа идет уравновешенно, спокойно, привлекаются факторы экономии, значит, устранения возможных отрицательных воздействий, окружающей суеты на наш процесс. Но это касается, мы начинаем со всей большой компании, каждый приходит, приходит и приходит к себе. Каждый приходит к себе, дорогие друзья. Каждый сам этого придерживает. Независимо от уровня, где я нахожусь, в доме, который я вам показывал. Далее. 100% ответственность самодачи от каждого. Но тут комментировать нечего. Понимаете? Это сложенность работы команды. И если мы идем к цели, то, ладно, кто-то сделал на 90%. Вы понимаете, что в командной работе результат того, как команда чего достигнет, как она придет к цели, зависит по самому слабому звену. Вот если мы с вами втроем, кто-нибудь из вас и я, двое и я втроем, и я буду на 80%, то наш общий результат будет не выше 80%. Если вы, каждый из вас, двое выложится по сотне, ну просто до предела. Не перепрыгнем того, что я, как бы, докуда я дотянусь. Вот в чем вопрос. Поэтому стремимся к 100% ответственности. И поэтому давайте подумаем. Дальше. Фокус на решении текущих предстоящих задач, а не бесконечно анализ прошлых ошибок. Друзья, еще или уже лучше всех, или как можно хорошо сказал Альберт Эйнштейн, невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Понимаете? Возникла проблема взаимоотношений с женой. Самый нормальный этот самый пример. Давайте разберем его. Уровень взаимоотношений муж-жена, двух людей. Или, неважно, с коллегой на работе. Теперь надо посмотреть. Стать выше этой проблемы, подняться на следующий уровень. А что является следующим уровнем? Следующим уровнем является семья, социум. Следующий уровень, да? Или фирма, или руководство, или еще что-то. Что не срабатывает? Почему у нас с женой, значит, возникли взаимоотношения? Или следующий уровень, я, или она. Поднялись над этим. Что у нас не так? И отсюда возникает наш конфликт. Возникает какая-то проблема. Что мы не так сделали? Или что мы не учли? Посмотрели на следующем уровне. Исследуем опыты прошлого с позиции текущей и предстоящей задачи. А не копаемся, значит, и создаем желаемое будущее. Но на опыте, а не копаемся в недостатках, которые там остались. Они все, их нету. Они остались где-то, понимаете? И в них не надо копаться. Надо этот опыт проанализировать и на нем опираться. Привлекающая система мотивации. Система мотивации настроена на то, чтобы партнер, получивший обучение, навыки и так далее, и так далее, остается в команде. И вот теперь представьте, сколько людей, сколько людей, которые получали определенные навыки на вебинарах с 2016 года, 16, 17, 18, 19, идет уже 20. И сколько таких людей в разных других местах. И это касается всего, дорогие друзья. Я вот работал с предприятиями, где руководители, ну все делают для того, чтобы как бы люди получили навыки, компетенции и так далее. И говорят, один просто вот когда мы работали с ними, консультировали, директор, извиняюсь, владелец, говорит, я столько денег вкладываю. Вот действительно видно, он вкладывает. Но недоработана мотивационная система, понимаете, не взаимосвязана. И да, люди получили навыки и пошли туда, где их переманили. Переманили с другой. Но там тоже надо смотреть, когда ты уходишь, на что ты уходишь. Только на зарплату или ты уходишь на систему. Поэтому должно быть и отношение, и возможность роста, и финансовые выгоды, и возможности, которые ты должен видеть. Вот комплекс как минимум из четырех, из четырех составляющих. Если этих составляющих нет, мотивация не работает. Или же нет роста. Или человек не имеет возможности. Или слабые финансы. Или отношения не налажены. Понимаете? То есть нет принципов. Идет все как Бог на душу положит и так далее. Обеспечит, и вот именно мотивация обеспечивает лояльность и приверженность партнера, команде и общему делу. Вот очень важный момент, дорогие друзья. Воля запрашивать максимум. Очень хороший принцип. При ощущении того, что коллега не делает вклад на 100%, надо иметь волю и ему сказать. Помните, вот мы с вами смотрели прошлый, там, значит, прошлый, вот, восьмой принцип, да? Ответственно-надачная. То есть по самому слабому звену. Теперь запрашивать. Если мы с вами, как я вам говорил, да, вы 2 по 100 процента вложили, я вложил 80. Поэтому у каждого из вас или хотя бы у одного должна быть воля, чтобы четко мне сказать, слушай, Маслов, вот мы не достигли результата потому-то и потому-то. И это должно быть высказано не потому, что я плохой. Может быть, я просто, ну вот, ну вот, ну не видел и все. Это должно быть конструктивно и позитивно мне подано. Хотя, может быть, результат был негативный, понимаете? Вот в чем дело. И к этому должна быть воля запросить максимум от меня и сказать, слушай, друг, ну-ка вкладывай как следует. Мы все пашем на это дело. Понятно. Следующее. А следующее, дорогие друзья, то, о чем я хотел с вами еще немножко поговорить. И к принципам мы еще придем. Принципов всего 30. Те, кто ранее, где-то больше года назад участвовали, там было просто поверхностно сказано, сейчас я более подробно прохожусь по этим принципам. Они нам пригодятся, потому что все течет, все изменяется к лучшему. И впереди у нас очень много интересных дел совместных. Те, кто считают себя командой, те, кто считают себя сообществом именно от всех совместных дел, как мы раньше говорили с Кайбей. Сейчас его нельзя суе использовать, ровно как и имя Господа. Значит, смотрите, что еще важно знать. Одно, с одной стороны, я вам показывал, что нам очень полезно знать, как мы развиваемся. А с другой стороны, чтобы не было понимания и простой декларации того, что, ну да, транспорт вроде нужен, вроде очень важно, вроде бы он там, скажем, способствует, он экологичный, он эффективный, экономичный и так далее. Там этих признаков больше 12. По-разному можно их считать. Суть сейчас не в этом. Суть в том, что мобильность в 21 веке, это ключ к развитию, к положительному, я скажу, к положительному развитию сообщества. И постараюсь сориентировать вас. Смотрите, как города, мегаполисы, как города вообще. Все начиналось с крепостей, возникли города, уже есть мегаполисы, и мы движемся гигаполисом. Не будем сейчас определять, что это такое. Б. Есть, были, есть и будут поселения, деревни, поселки. Но мы уже начинаем говорить про линейные города, про экопоселения, про прямое развитие. То есть это некая следующая или же параллельная, как бы, линия, параллельный блок развития нашего общества в целом. И естественно есть фермы, экопарки, заповедники, и отсюда еще будет развиваться. И вот для того, чтобы понять, для чего нужен еще транспорт, и как он будет на это все влиять, мы с вами осознаем, что города, мегаполисы, гигаполисы и прочее, там абсолютно отсутствие навыков и единения с природой. Это пока вот по нынешний день. Потому что, и я боюсь, что это и в ближайшее время так будет, от того, что кто-то где-то что-то пропагирует, зелень, зеленые парки там существуют и прочие дела. Это только отголоски. Люди не знают, что такое природа. Может быть, им и не надо, с одной стороны, знать, потому что разные шутки сейчас показывают, что дети 21 века не знают вообще, зачем корова, я извиняюсь. Или откуда хлеб получается из магазина. Понимаете? Вот. И сейчас не буду уходить в негативную сторону. Навыки единения с природой отсутствуют. У поселений и у тех, кто сейчас есть, но они не развиваются пока, навыки периода пользования и безопасность есть. В городах безопасность, казалось бы, раньше, когда начинали делать крепости, города образовались, срабатывал принцип безопасности. Но вопрос-то в том, что отсутствие безопасности сегодня, она как бы уходит. Вроде в городе все есть, а вы посмотрите, какая низкая безопасность в случае вирусов. А какая безопасность, не дай бог, не сработает энергосистема. Не будет работать канализация, не будет поступать вода. А стояки в больших домах заполнятся, вы сами знаете, чем. Понимаете? То есть это будет вообще завал. Поэтому все очень непросто. Изначально противостоит природе и борется с ней. Да? Крепость. Собирались туда. Это в первую очередь от природы, в вторую очередь неприятие и так далее. В города точно так же. Изначально тоже противостоят поселения и вся эта линия природе. Но настраивается, подстраивается под нее. Вот что очень важно. Так, сейчас я посмотрю, тут есть вопрос. Отвечая на восьмой вопрос, инвестор сказал, что в планах на экспо, где заключается контракт, заключить контракт минимум на 10 миллионов долларов. Это оговорка, если учесть, что один километр стоит 2 миллиона. Я думаю, не берусь, я точно не знаю, о чем идет речь, мне это не зацепилось. Так, одну минуточку, заключить контракт минимум на 10 миллионов. Я не могу сказать, на каком заключении контрактов шло. Мне надо прослушать, тогда смогу вам ответить. Да, да, правильно, дальше ваша логика, правильное рассуждение, Нина. Все правильно. Скорее всего, да, десятки миллионов долларов, скорее. Я так думаю. Да, Татьяна? Татьяна, из Сибири, из Сибири. Скорее всего, так, да. Окей. Потому что, естественно, там, скажем так, будут привлекаться не на самом... Ну да, как бы в рамках экспо 2020, теперь 2021. 2021, скорее всего, так назовут. Плавно перетекает туда. Сегодня как раз... Как раз, ну ладно. Дальше. Да, промышленная революция. Так, настраивается. Рост населения, промышленная революция, научно-техническая революция, рост поселения. Здесь идет и продолжается. Но смотрите, в каких условиях. Казалось бы, вроде своей ячейки, квартире, человек живет неплохо. Будем говорить так. Но, пардон, ему перемещаться очень, очень непросто. Это в таких небольших городах много проблем. А что говорить о больших городах? И никаких решений ни наземным, ни подземным транспортом не найти, друзья. Вот. И, значит, дело в том, что промышленная революция, рост населения, она только усугубляет положение всего этого здесь. И тут, наоборот, что касается поселений, поселков, деревень и так далее, промышленная революция и НТ, научно-техническая революция, посеяли отток населения. Несколько сот лет этот процесс продолжается. И эксперты разные говорят сегодня. Одни говорят, что отток населения был, будет, был, есть и будет. Но я поспешу, значит, поспорить, время покажет. Все зависит от транспортного решения, от возможности передвигаться к человеку. Ровно как это было когда-то с информацией, которая породила абсолютно новые возможности. Так и здесь произойдет. И я уже говорил неоднократно, что исследования, которые проводились Санкт-Петербургским университетом, агропромышленным, не агропромышленным, а аграрным университетом Пушкине и Тартовским университетом, показали, что люди очень настроены на то, чтобы, как бы, и проект разрабатывался. Но он показал, что без транспортного решения не будет развития в этом направлении. Понимаете? Теперь, значит, полная смена концепции городообразования и зависимость от мобильности. Полная. Она меняться будет. Отдельные города или городские части, некоторые города будут объединяться и так далее, и так далее. То есть, все равно это будет идти, это будет, к этому будет стремиться, к этому будет подталкивать и несостоятельность государства. Вот. Но здесь, опять-таки, другое. Развитие его модели зависит от мобильности и транспортных решений. Тут очень интересные решения, мы о них, по всей вероятности, в ближайшее время будем говорить. Для своего собственного развития и для моделирования, визионирования ближайших возможностей, к которым мы стремимся. Ведь наши проекты, о которых мы говорим, будут и из этой сферы, дорогие друзья. Из сферы линейных городов тоже. Понимаете? И теперь, значит, скажем так, эксперты сегодня по-разному, по-разному эксперты, по-разному говорят, но есть один шведский эксперт, не буду сейчас называть его имени, значит, что возникновение гигаполисов заменит государство. И он приводит пример в статье, что, например, Европа из 28 государств превратится в так называемую агломерацию 50 крупных социально-экономических хапов, города. И он там приводит пример, на примере Швеции, он говорит, что Стокгольм и Мальме объединятся. А Стокгольм и Мальме между ними расстояние 450 километров, понимаете? По Швеции. Это тоже непросто. То есть его видение таково. Но объединиться и решать это без транспорта, это нонсенс, потому что я имел удовольствие 10 лет назад, 10 лет назад в Мальме стоять, чтобы надо было проехать 2 километра из офиса компании, в которой мы были и с которой мы работали, проехать в гостиницу. Мы стояли почти 2 часа, чтобы вот вечером это дело сделать. То есть отрасполнить движение. И теперь эти же эксперты говорят, что сегодня можно вполне видеть, что если все так будет развиваться, то футурологически в ближайшем до 2050 года вполне реально, что мир будет состоять практически из 500-600 гигаполисов и линейных городов. И там будет жить 80-70, где-то 80% населения. Я добавил, никто там не говорил про линейных городов, я добавил линейных городов. Вполне реально. Потому что разные комбинации возможны будут за счет этого самого именно транспортных решений системы Транснет. Поселений, поселки, фермы и остальной 20% населения. Вот что очень важно и это следует тоже учитывать. У нас природа, наверное, на десятки миллионов долларов. Говорю раньше, упоминалось 10 миллиардов. Упоминалось 10 миллиардов, но на 10 миллиардов вполне реально, Александр. Я не исключаю, что может быть и на 10 миллиардов. Но об этом, об этом, об этом, об этом будет иной разговор. Ведь понимаете, в чем вопрос? Скажем так, я думаю так, что когда Анатолий Эдуардович говорил там, я предполагаю это. Он имел в виду проектов, то есть проектных работ на десятки миллионов. А за проектом надо еще выяснить, сколько за этим проектом стоит. Потому что трудно сказать, сев на выставке, и сказать, что слушай, давай-ка заключим сейчас договор. Вот, я-то я точно скажу, что это будет там 3 миллиарда стоить, понимаете? Для этого надо провести предпроектное исследование, четко выяснить. Будет 3 миллиарда, может быть 8 миллиардов. Мы же вообще не знаем ничего об этом. Поэтому, скорее всего, там надо слушать контекст. Поэтому не буду сейчас больше спекулировать тем, чего не знаю. Таким образом, дорогие друзья, я повторяю напоследок схему. Какой свой вклад, опираясь на те принципы, о которых мы говорили, в общее дело я еще могу сделать. Что я сделаю? Как я это буду делать? Когда? Что я сделаю? Что ты сделаешь? Как ты это будешь делать? Когда? Все равно к чему применительно. Хоть применительно к своему личному делу, или к делу семьи, общее дело, да? Или что я сделаю в проекте, в который я, или для проекта, в который я вошел. Хоть партнером, хоть кредитором, инвестором. Какой ресурс для этого имею? Что мне еще для этого нужно? Если я что-то еще не имею, например, какого-то ресурса, что, да? Тогда как я его достигну? Когда? Да, какой ресурс мне для этого, какой я ресурс, я уже для этого имею. И так, по кругу. Я желаю вам успехов в вашем росте. Берегите себя, своих близких, ибо это наше ближнее окружение. Строй сковей, спасай планету. Всего вам доброго и до скорой встречи. Жду от вас вопросов и буду называть в следующий раз тему вебинара заранее. Спасибо. Всех благ.